В Преслонихе открылся седьмой международный пленэр «Мир на кончике кисти». Участники со многих регионов – это народные заслуженные художники России, из Твери, из Перми, из Уфы, из Чебоксара, из Татарстана. В воскресенье Ульяновск отметит 369-й раз «День города». Главной площадкой празднования станет Площадь Ленина. День города ни за что нельзя пропустить, тем более, что там будет на что посмотреть. Это и фестиваль уличных танцев, и автофлэш-моб, и это и фейерверк, и традиционный концерт с участием звезд. Поэтому одевайтесь потеплее и обязательно приходите на главную площадь города. 9 сентября, в день открытия нового современного здания Государственного архива Ульяновской области, архивисты представят выставочный проект «Симбирская провинция в эпоху Великой Российской революции». Жители области и гости могут познакомиться с уникальными документами, рассказывающими о Симбирской провинции в эпоху Великой Российской революции в 1917-м году, в 1918-м, в периоде Гражданской войны. В рамках 7-го международного культурного форума с 9 по 13 сентября в кинозалах «Люмьер» пройдут дни эстонского кино. Вы будете иметь возможность не только посмотреть новое и вообще сегодняшнее эстонское кино, но будете иметь возможность встретиться с директором киноискусства Эстонии, с представителями культурного фонда при посольстве Эстонии в Москве. 9 сентября Театр юного зрителя «Небольшой театр» представит спектакль-проект «Рыцарь неба», посвященный дважды Герою Советского Союза Ивану Семеновичу Полбину. «Этот спектакль, этот проект будет рассказывать о его жизни, о его подвиге, и здесь уже наши зрители смогут увидеть не просто художественный, публицистический спектакль, а это будет спектакль, который совмещен с интереснейшей выставкой». ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры сделал DimaTorzok